Деятельность недобросовестного застройщика привела к перебоям с водоснабжением крупного микрорайона города. В новогодние праздники жители гусарской баллады остались без холодной и горячей воды. Вместо четырех насосов предусмотренных проектов был установлен только один. Ситуация резонансная, чрезвычайная. Не только для людей, но и для нас целых. Я думаю, что у нас аналогичных пока историй нет. С гусарской балладой мы так долго людей заставляли мучиться, особенно в праздничные дни. Водоснабжение возобновлено. Оборудование работает исправно. В ближайшее время будет установлен запасной насос, чтобы в будущем можно было избежать повторения аварии. На сегодняшний день станция работает стабильно. Агрегаты, которые были демонтированы, два отправленных в ремонт, в конце недели они должны быть возвращены из ремонта, будут смонтированы на станции. И, соответственно, станция, работая на одном рабочем агрегате, будет иметь вторую запасную. Переход на раздельный сбор мусора – еще один острый вопрос. Теперь полномочия по утилизации ТБО переданы русскому региональному оператору. Жители обеспокоены тем, что площадки переполнены и отходы вовремя не вывозятся с территории. Эту работу мы с ними должны довести до, можно сказать, идеала. И вовремя должны убираться контейнерные площадки, не создавать таких навалов. И должны везде появиться бачки, о которых мы говорили, и серого, и синего цвета, и раздельный сбор мусора. Все, что было заявлено региональным оператором, в прошлом году все должно в итоге реализоваться на территории района. Также на совещании обсудили вывоз снега и уборку внутридомовых территорий. В этом году зима снежная. И уже с начала января выпало рекордное количество осадков. Техника и люди работают в усиленном режиме. Очистка дорог происходит четко в соответствии с планом. Приоритеты уборки следующие. В первую очередь убираются дороги первой и второй категории. Далее дороги для обеспечения работы экстренных служб. Это подъезды, выезды, скорая помощь, пожарные, МЧС, ГИБДД. Далее дороги для обеспечения постоянного автобусного сообщения маршрутного. Далее дороги для обеспечения подъездов к социально значимым местам и объектам. Ну и пешеходные переходы. Приближается крещение. Все православные смогут принять участие в богослужении, окунуться в прорубь в специально оборудованных местах. Андрей Иванов еще раз подчеркнул, что нужно к этому событию относиться серьезно, заблаговременно готовиться и не стоит совершать обряд омовения, если вам не здоровится. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.